Лидер В таком пиджачке малиновом Который там Спонсирует, инвестирует И помогает там своим Ну, нижестоящим, да, так скажем Людям Да, которые Им взамен не просят Все правильно Есть такие люди в структуре И даже в нашей структуре есть такие люди Которые приходят и говорят Слушай, Свет, ну ты же мой спонсор Ты должна Ты обязана это сделать Я думаю, ничего себе Я говорю, так, детка Я долго церемониться не собираюсь Просто вы поймите, что Для таких людей Я знаю, что в каждой структуре такие есть Ждуны, которые Пришли не работать Которые пришли не Зарабатывать А сидеть и ждать, когда им Спонсор поможет Для чего они в вашей структуре Просто, лидеры, задумайтесь Не концентрируйте на них внимание Потому что это бесполезно Такой же человек Есть в нашей структуре Он говорит Слушай, Свет, ну вот ты же должна Ну ты же вот спонсор Ну ты же там Ну давай сделай мне степ Ну давай сделай мне там Я говорю, хорошо Давай я вложусь И сделаю у себя мастером Что тогда? Какой результат? Для тебя важен ранг? Давай сделаем у себя мастером Она говорит, ну Ну как бы да, можно Это круто Я говорю, так ты хочешь 60 тысяч заработать? Или ты хочешь стать мастером продаж? Какая у тебя конечная цель, дорогая моя? Ну да, деньги бы не помешали Я прозвучу мне вкладываться сейчас Тебя выводить Я могу тебе просто 60 тысяч дать И все, распрощаться с тобой Она просто такая Ну в принципе, да В итоге Давай Да В итоге, понимаете Но это вот и есть такие люди Они абсолютно не атомянцы Это не в политике компания Они нам в структуре не нужны Но А есть лидеры Есть люди Которые Говорят, Свет Ну давай, ну еще поверим мне Ну давай, земля Я говорю, окей Давай Но с этого момента Мы ее за ручку не ведем Понимаете Если у человека сложилось такое мнение Что мы должны и мы обязаны Значит мы допустили где-то какую-то ошибку Понимаете Мы как лидеры допустили эту ошибку Если человек поверил в то, что мы должны помогать Да е-мое, мы же здесь все партнеры Бизнес-партнеры Зачем ты мне нужна, если мы с тобой как бы бизнес строим Понимаете? К чему я? Ну хорошо Сейчас В структуре нужны разные люди Даже такие, как она На ошибках учатся, понимаете? Мы этого человека Просто Меняем его мышление Да, может какие-то там Даем задания, если честно Да, мы просто Перекладываем на нее ответственность То есть мы Взращиваем в ней лидера Этот человек Он по сути своей не лидер Понимаете? Он не несет никакой ответственности У него нет самоорганизации У него нет тех лидерских качеств Которые должен обладать каждый из нас Настоящий лидер Какими качествами он должен обладать? Это первое Это Быть Самым крутым организатором Организовывать Мероприятия Организовывать Различные Маркетинговые Ну Ходы Да, что-то там Акции, допустим Организовывать Это связующее звено Как сказала сегодня Ларисочка Да, наш бриллиант Это связующее звено для всей команды Каждый лидер В нашей В моей В нашей команде Очень много сильных лидеров Честно Взять Олесю Альбину Раиля Отдельные лидеры И они очень мощные В какой-то момент Я просто понимаю, что Нельзя передавливать лидера Если он настоящий лидер И Вышестоящий Он должен Не то, чтобы Вот Мы взращиваем друг друга То есть Я чему-то учусь у Раиля Чему-то учусь у Олеси У Альбины Они чему-то учатся Да, у нас Мы идем Вместе Мы идем Причем 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 Мы обсуждаем Абсолютно Все темы Я не принимаю Одно решение У нас есть Обязательно Встречи Лидерские По понедельникам Где мы Обсуждаем Абсолютно Все Что мы делаем Что мы планируем Когда мы идем Какие акции у нас будут Что по подаркам То есть Понимаете Тут Должна быть В команде Это такой Живой организм Который Если допустим Раиль Бочка Если там что-то Сердце Раиль Сердце Двигатель Двигатель Да Если Сердечко Начинает шалить То Вся Наша Структура Понимаете Она Дает сбой Это живой организм Поэтому Мы как лидеры Мы не Папики А мы Те Кто Должен Обучить Структуру Должен Сам В первую очередь Обучаться Должен быть Крутым Организатором Должен быть Человеком Который Уверен в себе Который Внушит Уверенность И правильные Мысли Правильное Понимание Жизни Правильное Понимание Нашего Бизнеса Своим Партнером А Это еще Очень важный момент Стратег Лидер Должен Быть Стратегом Он должен Обязательно Расписывать Он должен Понимать Он должен Знать Структуру Вы посмотрите на Юрия Он знает Структуру Он знает Нашу структуру Он просто в голове Оп-оп Там Альпина Раиль Я думаю Ничего себе Вот это да Я просто Начала Реально Как бы Понимать Свою структуру Когда Уходила на мастерство Только Мастерство Понимаете Есть люди Практики А есть Теоретики Вот Не нужно быть Теоретиком Ну что Что вы знаете Макетинг план Ну это ни о чем Ну вы молодцы Что знаете Маркетинг план Но вы его Не прочувствуете Через себя Не пропустите Пока Вы не пойдете На мастерство Будьте смелее Будьте львицами И львами Которые Показала Лариса Кан Это просто Просто Бомба Я считаю Мы Мы должны Жить в моменте Мы должны Ловить Свою Удачу Понимаете Потому что Сидеть И ждать В Атоме Не стоит Знаете Некоторые Партнеры Про спонсора Думают Что лидер Вернее Да Лидер для них Это тот Человек Который их Подписал Вот меня Подписала Вышестоящая Моя подруга Да Я всегда считала Что она для меня Лидер Она мой спонсор Я молилась на нее И в какой-то момент Получилось так Что она Отошла От дел И вы понимаете Мы Немножечко Растерялись Я думаю Господи А что же мне делать Ну мы же Видим Она же была Нашей головой Всем И В какой-то момент Я просто Приняла решение Что Светлана Ну надо с этого дня Начинать Становиться лидером То есть Она не взрастила Меня Как лидера В Атоме Лидер по жизни Не говорит о том Что вы сможете Быть лидером В Атоме Понимаете Это не классический бизнес Пусть вы там депутат Пусть вы там Директор компании Нет В Атоме Совершенно по-другому В Атоме Бизнес Отношений Проснитесь Это Отношения Всем Желаю Чтобы У вас В ваших Структурах Было Правильное Отношение И Выстроенная Правильная Работа Лидеров Взращивайте Не нужно командовать Людьми Вот вы просто Представьте Что я Буду командовать Олесей или Раилем Да они у меня Просто пошлют на три буквы Понимаете Я За то время Которое Нахожусь В Атоме Я Очень сильно Выросла В плане Отношения К людям Я стала намного Не то чтобы Мягче А вот знаете Как то вот И Более толерантнее Да Более гибкой Я Я абсолютно Уважаю Каждого лидера Который здесь Сейчас находится Потому что Я знаю Как это Вести за собой Команду Это настолько Ответственное Дело Только Пройдя Через все эти Пути Ты понимаешь Насколько Сильно Ты сработал И твоя команда Дала Результат Поэтому Уважаемые лидеры Я желаю Чтобы в нашей команде Болхай Были только Успешные Правильные Горячомыслищие Сердцем Люди